МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судебный марафон. Геннадию Корбану изменили меру пресечения. Простые движения. Дмитрий Ярош создает новую политсилу. Аграрный бунт. Зачем фермеры массово перекрывают автотрассы? Турецкий запрет. Россия ужесточает санкции против Анкары. Эффект Корбана. Сегодня завершилось рекордное по длительности судебное заседание. Почти 30 часов обоюдных обвинений, драк и даже смена адвокатов. Все это о деле Геннадия Корбана. Удалось ли судьям переизбрать политику меру пресечения? Подробнее расскажет Ольга Теребинская. Все началось вчера в 9.30 утра. В Днепровском райсуде Киева рассматривали ходатайство прокуратуры о смене меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Сначала адвокаты просили перенести заседание, но подсудимого все же доставили в зал прямо из больницы Амосова. Стану на сегодняшний день, то есть на 27.12, в любых объективных вставах, которые не давали возможности подозрений приобрести до суда, нет. Вы добываете сведения, назвали экспертизой? Ваша честь. В свою очередь, с копией постановки про призначение судово-медичной экспертизы. Заседание продолжилось весь день с нардепами, охраной, полицией и медиками, с препирательствами и перерывами. Длилось оно и всю ночь. Около 11 вечера в зал прорвалась толпа людей спортивной внешности. Начались драки. Со стороны новоприбывших в зал полетели бутылки. В ответ кто-то применил огнетушитель. Кто были эти люди, до сих пор неизвестно. В МВД произошедшее комментирует так. Это право прокуратуры и службы безопасности. После небольшого перерыва суд продолжил свою работу. Адвокаты Корбана просили отвод судьи. Суд ходатайство не удовлетворил. Заседание стало затягиваться. Затем Корбан начал просить отвод своих адвокатов. Мол, устали. К утру политику назначили бесплатного государственного адвоката. Прервались, но заседание не перенесли. Новоназначенная защита жалуется. Дали слишком мало времени для ознакомления с делом. И тоже заявляет отвод судье. Мне не было надано материалы, клопотания, для ознакомления, не говоря уже про час для подготовки. За таких обстоятельств будь-який защит неможливый. Оскільки я фактически не подготовлена, я не знаю, про что идет эта мова. На данный час я и законным защитником пана Корбана. Зараз мают в первую очередь разглянуть мою заяву про отвод пана Чауса. Но и этот отвод не удовлетворили. И вот к обеду рекордный почти 30-часовой суд по изменению меры пресечения Корбану закончился. Судья вышел читать постановление. Правда вот услышать его едва представлялось возможным. Гольба! Гольба! Возьми отвод и отмени решение! Это твое спасение! Было ясно одно. Домашний арест сменили на содержание под стражей. Прежде чем Корбана вывели из зала, он взял слово. Я прошу сохранять порядок, потому что сейчас это может привести к каким-то жертвам, к каким-то потом, не дай бог, кто-то пострадает. Я не хотел бы, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным путем. Адвокаты уже подготовили апелляционную жалобу, уже ее подали. Как только Корбан покинул зал, адвокаты начали возмущаться. Это решение про тримание под вартою. Мы не слышали, где и в каком закладе, и на сколько. Но решение про тримание под вартою фигурувало в названии защитников, которые были от начала, но не было названия защитников, которые были на конце. Больше докладнее можно будет что-то сказать, когда мы увидим ухвалишку. Потому что мы даже не слышали, где удержаться, на какой час. Созумели только, что изменено запобежный заход с домашнего ареста на тримание под вартою. После получения постановления на руки все сошлось. Все фамилии есть. Но адвокаты считают, документ подменили. В данном ухвале, который мне уже выдали на руки, то мои прозвища уже есть. То есть фальсификация документа. А скажите, что там не было вашего прозвища, если никто не слышал этой ухвали? Ну слышали, заявляли защитники, другие адвокаты. А вы это особенно слышали? Я слышала, как мои коллеги это сказали. Прокурор уже был предельно краток. Сказать задоволение не можно. Вымагала прокуратура принятие законное решение. На нашу думку, решение принято обгрунтовано. И будет выполнено. Геннадий Корбан пробудет в столичном Лукьяновском СИЗО до 25 февраля следующего года. Ольга Теребинская, Олег Решетняк, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. И еще одно дело еще одного политика. Нардеп от радикальной партии Игоря Масичука, которого подозревают во взяточничестве, сегодня должен был рассматривать Печерский райсуд столицы. Но заседание снова перенесли. Масичук не явился. Он в больнице. Адвокаты утверждают, что несколько недель назад его прооперировали. Вчера состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию. Чем конкретно болен Игорь Масичук, неизвестно. Он запретил обнародовать свой диагноз. Напомню, Генеральная прокуратура требует изменить меру пресечения и взять Масичука под стражу. Сейчас он находится под домашним арестом. Раскол в правом секторе. Бывший руководитель организации, народный депутат Дмитрий Ярош, заявил, что покидает организацию вместе со своей командой. В видеозаявлении он пояснил, пришло время максимально расширить фронт борьбы и создать новое национальное движение. Кроме этого, Ярош собирается сформировать некую украинскую добровольческую армию. В правом секторе решение бывшего руководителя называют прогнозируемым. Еще в начале ноября, после конференции ПС, которая решила радикализироваться и избрала революционный вектор, Ярош сложил полномочия лидера и возглавил добровольческие батальоны этой организации. И тогда же он призвал в январе-феврале провести всеукраинский съезд и определиться с дальнейшей стратегией. И вот, что говорит сам Ярош. Я своей командой принял решение выйти из правого сектора и начать инициировать создание качественного нового национально-державного патріотического руха. Мы решили создать на базе 5-8 батальонов Добровольческого Украинского корпуса, Медической службы Добровольческого Украинского корпуса, Украинскую добровольчую армию. Для нас это важный крок, который позволяет нам максимально расширить нашу співпрацю с государственными селевыми структурами в противодействии российской агрессии на внешнем фронте. Мы все-таки открыто заявляем, что правый сектор должен быть революционной организацией. И предложили Дмитру Ярошу оглавить революционный провид. А он как бы отказался, и уже было понятно, что какое-то недопонимание у нас внутри присутствует. Мы думаем, ничего страшного с правым сектором не случится. С его нынешней позиции мы не согласны, потому что он говорит, что правый сектор свою функцию выполнил. Правый сектор – это пройденный этап для Дмитрия Яроша. И тому есть как политические, так и финансовые причины. Так объясняют раскол в этой организации политические эксперты. Великого будущего с правым сектором не можно связывать, потому что он играл определенную роль. Все социологические исследования показывают, что он не может перейти даже 5%, если бы захотели взять участие в политике. Если есть желание развивать общественно-политический движение, который, возможно, потом або будет политической силой, або будет подключен к какой-то политической силе, то, безусловно, это надо делать с другой структурой. Потому что правый сектор, так или иначе, повязан с войсковым формированием. Ситуация в правом секторе йшла по лініи классического разколу. Все это объяснило тем, что у правого сектора не было единого джерела финансирования. Очевидно, что влияние одних олігархических групп преважили влияние других групп. Можно оценивать его заяву, как то, что он повернулся в политику. Хотя можно предупредить, что это не будет самодостатная структура. Перетвориться на рух на поддержку одного из губернаторов Украины, который сегодня заявляет про желание бороться с коррупцией. Нелегальное оружие в столице, в центре Киева, на Подоле. Сотрудники полиции в рамках отработки оперативной информации остановили автомобиль. При досмотре в машине были обнаружены автомат, пистолет с патронами, металлические наручники, радиостанции и пять мобильных телефонов. Мужчины, которые находились в авто, пояснили сотрудникам полиции, что оружие не настоящее, наручники они нашли, а балаклавы и прочие предметы нужны им для охоты. Вещдоки направили на экспертизу, а по факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство. Аграрный бунт. Сегодня фермеры перекрыли главные дорожные магистрали страны. Что стало причиной, расскажут наши корреспонденты. Девять утра. Фермеры сел под Херсоном перекрывают мост через Днепр. В считанные минуты образуется пробка аграрии против изменений в налоговый кодекс, принятый парламентом 24 декабря. Мы не сможем работать. Придется закрывать предприятие и, как мы говорим, кидать и землю, и людей на позволение. И працующих, и пенсионеров, и пайщиков и так далее. С нового года мелким и средним хозяйствам придется платить повышенные налоги. Кроме того, им перестанут возмещать НДС. Селяне требуют президентского вета. Нас выгоняют обратно в тень. Поэтому сделайте вывод, будет ли надходжение в бюджет на самом деле. Кому это выгодно на сегодняшний день? Огромным агрохолдингам они стали еще богаче, потому что им сделали эксклюзивный реестр по возмещению НДС. В самом центре Херсонской области, неподалеку от Новой Каховки, фермеры выехали на забастовку на собственной технике. Заблокировали трассу Одесса-Новоазовск. Движение перекрыто частично. Пропускают военных и машины с детьми. Всем остальным приходится объезжать полевыми дорогами. Руководители фирм в речах сдержаны. А вот сотрудники эмоций не сдерживают. У нас не будет даже чем детей покормить. За что сияться? За что? Мы движемся до Европы. Так вы спешите, что сделайте. Весь социальный пакет, как вы в Европе. Трасы сегодня перекрывали и в Хмельницкой области. Там аграрии блокировали вообще все дороги, по которым можно выехать из региона. Мы увеличили на 100% плату за землю. Нам увеличили 15% плату на пельне. И самое страшное, сделали корупционный элемент. Два списки отшкодования ПДВ. Для больших, что экспорт 40% и для маленьких. Хо это правильно? Мы должны платить ПДВ 20%, а большие корпорации, то есть трейдеры, им вертать ПДВ. Это получается, что бюджет абсолютно ничего не получает. Все пойдет трейдерам. На несколько часов свою технику вывели на дороги и селяне подуманью. И тоже перекрыли движение. Всякое увеличение податков, оно приведет к уменьшению производства. А уменьшение производства – это втрата экономики, втрата Украины. Наоборот, нужны такие податки, чтобы они давали возможность производству. Под Новобогдановкой, это в Запорожской области, аграрии почти на целый день перекрыли Харьковскую трассу. Завтра стачка продолжится. Фермеры говорят, все это пока предупредительная акция. Если новые налоги не отменят до 10 января, грозятся начать длительные забастовки. Кирилл Ющешин, Станислав Кухарчук, Сергей Бордюжа. Подробности в телеканал Интер. Утешит ли агрария в 400 миллионов еврокредита, который на развитие аграрного сектора выделит Украине Европейский инвестиционный банк? Финансовое соглашение сегодня подписал премьер Арсений Яценюк. Документ предусматривает привлечение средств на 12 лет с 4-летним льготным периодом. Эти деньги планируют направить на выращивание зерновых и масличных культур, а также на модернизацию рыбного хозяйства в Украине. В Крыму стартовал судебный процесс по делу 26 февраля. Напомню, в тот день, в 2014 году у здания парламента Автономной Республики Крым произошли массовые столкновения между сторонниками Единства Украины и пророссийски настроенными коллаборационистами. На скамье подсудимых крымские татары. О первом дне суда Юлия Крючкова. Она в Симферополе. Резонансное дело 26 февраля сегодня рассматривали сразу в двух судах Симферополя. Одному обвиняемому, участнику митинга Таляту Юнусову, Центральный райсуд Симферополя уже назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Условно. Он не только пришел на митинг, но еще и избил там двоих человек. В Верховном суде Крыма на скамье подсудимых пятеро крымских татар. Четверых тоже обвиняют в участии. А вот зампредседателя Меджлиса Ахтема Чайгоза в организации массовых беспорядков на митинге. Вести дело будет коллегия из трех судей. А процесс, похоже, станет сложным и долгим, считают защитники обвиняемых. Особых каких-то перспектив и иллюзий то, что суд примет законные решения, суд примет объективные, ну, будет объективно расследовать все, что было. А было то, что 26 февраля 2014 год, юрисдикция Украины, я о каких-то преступлениях говорить здесь вообще не приходится. Если кто-то и должен разбирать те события, это как раз судебная и правоохранительная система Украины. Первое заседание длилось около шести часов. У здания Верховного суда собралось несколько десятков человек, но попасть в зал смогли немногие. Пропустили только адвокатов, близких родственников, обвиняемых и потерпевших, которых, кстати, на первое заседание пришло около двух десятков. Всего, по материалам дела, их около семидесяти. Защита просила изменить подсудимым меру пресечения, но суд отказал. Разрешил обвиняемым добавить по одному защитнику из числа родственников. Понятно, что политическая подоплека этого процесса, она даже не обсуждается. Процесс политический. Трудно что-либо говорить, но как заказали, наверное, так и будет. Когда будем допрашивать свидетелей и, собственно, потерпевших, в зависимости от того, как будет это все протекать, можем уже говорить о том, в какую все-таки сторону все это клонится. На начало судебного процесса по делу 26 февраля отреагировало Министерство иностранных дел Украины. На официальном сайте ведомства опубликовано заявление о протест с требованием прекратить расправу над участниками митинга и освободить их. А в Симферополе набирает обороты очередной скандал. Лигу крымско-татарских женщин выселяют из офиса в центре города. 20 лет организация занималась благотворительностью, теперь им отключили свет и отопление. И уже завтра потребовали покинуть помещение. Возглавляет организацию Софинар Джимилева, супруга опального в Крыму, народного депутата Украины Мустафы Джимилева. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Уже с Нового года Россия ужесточит санкции против Анкары. Что еще окажется под запретом, расскажет Данил Русаков. Он в Москве. Москва ужесточила санкции, введенные против Анкары с 1 января следующего года. То есть буквально через несколько дней на территории России запрещено работать турецким компаниям, а также местным фирмам, учредителями которых являются турки. Текст указа опубликован на сайте президента России. Вот он. Официально все это называется мерами по обеспечению национальной безопасности. По сути, это новые дополнения к тем ограничениям, которые были введены несколько месяцев назад. В местном правительстве санкции уже прокомментировали. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, экономические ограничения в будущем еще расширятся. Вот, например, цитата. Власти планируют последовательно двигаться этим путем. Конец цитаты. Предновогоднее известие из России в Турции, вероятно, как-то восприняли, но пока об этом ничего не известно. Накануне президент Раджеп Эрдоган заявил, что Анкара не заинтересована в ухудшении отношений. Появились даже некоторые комментарии, информация о возможной встрече на уровне глав внешнеполитических ведомств. Пока же Москва формально вводит санкции. О каких-то договоренностях на неформальном уровне по традиции неизвестно ничего. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. На юге Турции, возле сирийской границы, убит оппозиционный сирийский журналист. 37-летний Наджид Джерф расследовал преступления исламского государства и снимал документальные фильмы о войне в Сирии. Родственники журналиста подозревают в убийстве боевиков. Это не первое преступление на территории Турции против сирийских активистов, выступающих в защиту прав мирных жителей с критикой ИГИЛ. Два месяца назад горло перерезали еще двоим журналистам. Тройной теракт в сирийском Хомсе. Более 30 человек погибли, еще около сотни получили ранения в результате серии взрывов. Один из которых устроил террорист-смертник. Еще две бомбы были заложены в автомобиле. Это уже второй масштабный теракт в Хомсе за этот месяц. Ответственность за предыдущую атаку взял на себя ИГИЛ. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Легкая ирония судьбоносного пара вернут ли украинцам Женю Лукашина? Предновогодние бедствия серия торнадо в Соединенных Штатах и затопленная Британия. Рождественский мордобой перуанские методы освобождения от прошлогоднего стресса. Кокаиновый груз. Десятерым украинским морякам грозит пожизненное заключение. За попытку ввести в Евросоюз рекордное количество кокаина, около двух с половиной тонн. Судно «Карипалм» под молдавским флагом двигалось в Польшу из Колумбии. Корабль шел полупустым. Это вызвало подозрения у французских таможенников, которые, собственно, и обнаружили наркотики. В ситуацию вмешалось украинское консульство. Однако моряки не спешат идти на контакт. Из всех задержанных только четверо согласились пообщаться с консулом. Следствие может затянуться на пять лет. Выстрелы во Львове. Кто и зачем обстрелял маршрутное такси с пассажирами в центре города? И где злоумышленник достал это оружие, расскажет Кристина Гошенко. Она во Львове. Маршрутку с номером 13 обстреляли накануне вечером. Это произошло на одной из главных улиц города. Три раза попали по окнам. Водителю пришлось экстренно тормозить, не доезжая до остановки. В автобусе в тот момент находились 14 пассажиров. Никто из людей не пострадал. Сегодня маршрутка уже на ходу. Пришлось заменить стекла. Пошли, пошли, полотенка по всему шклу. Вказать точно, потому что через них отворів не было. Была вмятинка, и от которой пошли трещины. Не было пробито шкло наскрозь, не было. Поэтому, нападаю, и пассажир никто не постраждал. И все цели, все здоровье. Стрелка нашли. Оказалось, маршрутку из пневматического пистолета стрелял 17-летний школьник. С балкона квартиры на втором этаже. Оружие парню подарили ко дню рождения его друзья. Полицейским школьникам объяснили свое поведение так. Мол, целились в дерево, а в маршрутку попали случайно. Но давать официальные показания отказались. Запретили родители. Сейчас все трое дома. В полиции открыли уголовное дело по статье «Хулиганство». В процессе рассчитывания уже будет установлено, что им суд присудит. Ну а так статья предполагает, что это не первое. И штраф, и обмежение воли, и позбавление воли. Так как они неповнолетние, я думаю, что там будет уже, так сказать, поблаживаться до того стаса. Пообщаться с несовершеннолетним стрелком и его друзьями не удалось. А о полиции рассказали интересную деталь. Оружие парни якобы купили в одном из ломбардов. Но вот в каком именно, полицейские не говорят. Торговать пневматикой в ломбарде не запрещено. А вот чтобы купить, необходимы документы. Легально продать оружие детям не могли, говорит Константин. Он 8 лет работает продавцом в ломбарде. Считает, школьники не говорят правду. И верится, о покупке пневматики в ломбарде придумали. Это неправильно. По-моему, детям не можно. У меня будут какие-то контроли, какие-то дозвели, какие-то справки с психиатром. Даже взрослым людям. Если у полиции докажут, что оружие продали детям в ломбарде, магазин лишится децензии. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов. Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных. Количество обстрелов идет на спад. Сегодня к полудню зафиксировано три случая нарушения перемирия. Утром боевики стреляли по позициям в районе Луганского. Это между Дебальцевым и Артемовским. Ближе к вечеру пресс-центр АТО сообщил, было зафиксировано 14 случаев обстрелов наших позиций со стороны боевиков. Более подробно о ситуации на Донбассе мой коллега Геннадий Вивденко. До десятка раз украинских военных обстреляли в районе Донецка. Также огонь ведется в районе Луганского. Это Артемовское направление. Но наиболее напряженная ситуация все-таки в районе Авдеевки, в районе поселка Пески. Ситуация, можно сказать, нестабильна. Никто не знает, что случится в следующие часы, что случится в следующий день. Постойно проживают обстрелы. По всех позициям, особенно в селе Пески. Эту ночь бомбили. Подтяжно обстреливали. И сказать, что тут какой-то предноворечный настрой в кого-то не можно сказать. Противник сегодня не применял тяжелое вооружение. Идут провокации с целью вынудить ВСУ, открыть агонию, нарушить Минские соглашения. Воины на передовой выполняют приказ командования. На провокации не поддаются. Это стандартно. Это полномокалибренные кулеметы, стрелковые оружия, гранатометы. Это не больше. Наразі артиллерия или минометы? Артиллерия, танки пока не используются. Когда появляется сообщение о минометных обстрелах, мы их проверяем. Сегодня враг атаковал украинские позиции в районе Новоселовки. Это южнее Горловки. Полчаса шел стрелковый бой. Пробить ВСУ не удалось. Боевики отступили на данную минуту. Это самое последнее событие из АТО на Донецком направлении. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Подарок к Новому году для военнослужащих Одесского гарнизона. Сегодня часть из них наконец-то получили ключи от своих квартир. Кого порадовали, а кто все еще ждет своей очереди, расскажет Андрей Анастасов. Элитный район Савиньон под Одессой. В новенькой многоэтажке квартиры служебные не только получают более полусотни военных. И ветераны, которые ждали этого по 30 лет. И родные погибших бойцов и участники АТО, а также военные, покинувшие Крым после аннексии. Валентин Федун был ранен 18 марта 2014 года в Симферополе. В тот самый день, когда приступом брали их часть в фотограмметрический центр. Его товарищ Сергей Кокурин погиб от снайперской пули. Сегодня Валентин получил ордер на двухкомнатную квартиру. Просторная гостиная, кухня, отличная планировка. До этого приходилось снимать жилье в Одессе. Министр обороны рассказывает, в этом году для украинских военных удалось приобрести 1300 квартир. В наступающем, говорит, будет не меньше. На сегодняшний день на жилищной очереди в Украине остаются 40 тысяч военнослужащих. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Украине из-за резкой смены погоды объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем метель накрыла Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области. На трассах гололед, плохая видимость. На скользких дорогах затруднено движение, увеличилось количество аварий. Водителям большегрузов приходится останавливаться вдоль дорог. Температура продолжает снижаться. Ну а в новогоднюю ночь синоптики обещают морозы до минус 12 градусов. Наводнение торнадо, ураганный ветер. Чаще всего эти слова сейчас звучат в новостях Великобритании и Соединенных Штатов. Если на севере Англии людей успели эвакуировать, то в США жертв избежать не удалось. Все подробности в сюжете Ольги Головиной. Вот так с воздуха выглядит Йорк. Улицы превратились в реки. Машины, как островки. В результате стихии затоплены 500 домов. Я живу в Йорке 26 лет и никогда не видел такого. Это ужасно. На помощь спасательным службам направили армию. Пока одни проверяют, не осталось ли в затопленных домах людей, которые не успели эвакуироваться, другие укрепляют берега реки мешками с песком. Мы успели побывать в 3000 ахимений в проблемной зоне. Все жители, чьи дома серьезно пострадали, эвакуированы. Оставить праздничный стол в Лондоне пришлось и Дэвиду Кэмерону. Премьер срочно вылетел в зону стихийного бедствия. Оказаться затопленным ужасно. Тем более, когда это случается в Рождество и Новый год. Ведь все семьи собираются вместе, чтобы отпраздновать. Затоплены также города Лидц и Манчестер. Прогноз синоптиков пока не утешителен. В ближайшие дни обещают обильные осадки. Но британская пресса уже критикует правительство Кэмерона. Мол, не доглядели. По предварительным подсчетам, ущерб от наводнений более миллиарда фунтов стерлингов. И убытки были бы гораздо меньше, если бы соответствующие службы оказались готовыми. Ну а в Соединенных Штатах к наводнениям добавились другие погодные катаклизмы. Торнадо и обильные снегопады, унесшие жизни 43-х человек. Штормит Нью-Мексико, Техас, Оклахому, Иллинойс, Миссисипи, Теннесси, Луизиану, Арканзас и Алабаму. Синоптики же прогнозируют погодное колебание в 21-м штате. Во многих местные власти уже объявили чрезвычайное положение. Пока же больше всего жертв и разрушений в Техасе. Там дома превращались в щепки, а машины уносило с автострад, как игрушечные. 30 секунд. Я просто не могу поверить, что все разрушения могли произойти за полминуты. Но эти полминуты были длиной в полжизни. Извините, я учительница. Многие дома моих учеников, их просто нет. Это был кошмар. Торнадо типичны в Штатах Среднего Запада весной. Зимой они крайне редко случаются. Эксперты объясняют, причиной всему слишком теплый декабрь. И сразу же после торнадо новая напасть. Мощные снегопады. Сотни авиарейсов отменили. Новогодние планы миллионов американцев сорваны. Ольга Головина. Подробности. Телеканал Интер. Почти 9 тысяч немецких учителей займутся обучением детей-мигрантов. Специальные классы создают сейчас по всей стране. Эксперты опасаются, что эта инициатива может нанести удар по системе образования Германии, поскольку учителей не хватает уже сейчас. Специалисты призывают ускорить подготовку новых кадров, чтобы встретить постоянно пребывающих мигрантов. Мы подсчитали. Через 5-7 лет вложения в беженцев окупятся. Речь идет о налогах. Это вклад в экономику. Первые 5 лет мигранты обходятся государству очень дорого. Создают много проблем. Но ключ в том, что все больше и больше людей появляются на рынке труда. Любимый гавайский десерт Барака Обамы. 209 дней в одиночку в Тихом океане. И самые яркие авиапассажиры нынешнего года. Об этом и не только в нашем обзоре. В крупнейших городах Италии на 3 дня ограничивают движение транспорта. Все из-за сильного смога. Например, в столице запрещено выезжать на автомобилях и мотоциклах после 16. А в Милане максимальная скорость движения 30 км в час. При этом власти городов снизили на это время стоимость проезда в общественном транспорте. Поезд с серной кислотой перевернулся в Австралии. С рельсов сошли 26 вагонов. В них находилось 200 тысяч литров опасного вещества. Часть вылилась на землю. К счастью, обошлось без жертв. Однако трое людей получили травмы. Произошла авария вдалеке от населенных пунктов. Ее последствия ликвидируют спасатели. В шортах и кепке Барака Обаму узнали в одном из магазинов на Гавайях. На островах американский лидер отдыхает со своей семьей. Вместе за черми Обама решил заскочить в маркет за местным десертом – шейф-айсом. Это рубленный лед с фруктовым сиропом. Неформальный вид и темные очки не помогли президенту остаться незамеченным. Вел он себя приветливо, со всеми здоровался и шутил. Догреб до рекорда. Британец Джон Биден проплыл из США до Австралии. Преодолеть Тихий океан 53-летний путешественник в одиночку на лодке планировал за 140 суток. Но свои коррективы внесла погода. Британец плыл без остановок и все-таки смог преодолеть путь в 11 тысяч километров за 209 дней. Это тоже рекорд. По прибытию признался, даже не догадывался, насколько затею будет трудно осуществить. Подраться по праздничному. В Перу прошли рождественские кулачные бои. В стране уверены, такая традиция помогает избавиться от негативных эмоций, накопившихся за год. Выпустить пар могут все желающие, независимо от возраста и пола. Как правило, участники не жалеют сил и колотят противника от всей души. После поединка мирятся и вместе танцуют национальные танцы. Рейтинг самых запоминающихся авиапассажиров уходящего года составило издание Daily Mail. В топе россиянка, у которой на селфи появился пришелец. Попал в список и пес по кличке Хэнк. Ему разрешили лететь первым классом. Запомнилась также пассажирка, родившаяся во время перелета на высоте 9 тысяч метров. А еще в рейтинге пассажир, который встретил в салоне двойника, сбежавший из сумки-переноски код и музыкант Джеймс МакЭлвар, который, чтобы не платить за багаж, надел на себя 12 слоев одежды и потерял сознание. Так, с легким паром или без? Из-за законодательной неразберихи прокат иронии судьбы под вопросом. С одной стороны, фильм можно показывать, а с другой – нельзя. Так что в итоге будем смотреть в новогоднюю ночь, разбиралась Екатерина Лысенко. Где вы находитесь, по-вашему? Я у себя дома нахожусь. Появится ли знаменитая ирония судьбы на новогодних телеэкранах в украинских домах? Тот еще вопрос. По иронии той же судьбы в законодательстве очередная коллизия. Непонимание возникло из-за черного списка. На днях Министерство культуры дополнило его новыми фамилиями актеров, которые создают угрозу нацбезопасности. Под номером 75 – Валентина Талызина, которая снималась в знаменитой новогодней киноленте Рязанова. Но в то же время есть только один закон, запрещающий прокат российских фильмов, произведенных только после 1 января 2014-го. Вот и дилемма. С легким паром показывать вроде бы можно, но из-за Талызиной, получается, нельзя. Ирония судьбы. Я не вижу никаких оснований на сегодня, чтобы его не было в эфире. Чарадеи. Не вижу никаких оснований. Фильмы с участью Депардье. Не вижу никаких оснований, чтобы их не показывать или в Новый год, или после Нового года, или когда, до принятия отдельных решений. Надходит очень много звонков людей, которые идут в поддержку иронии судьбы, потому что это классика, скажем, радянского кинематографа, где нет каких-то пропагандистских идей. Но с другой стороны, в той же иронии судьбы играет Лия Ахиджакова, которая, как известно, Украину поддерживает. Мы работаем в одной школе, а она вас прячет. Споры показывать или не показывать длились всю предыдущую неделю. Сегодня же в надсовете по вопросам телерадиообещания сообщили, фильм «Ирония судьбы никто не запрещает». Свою позицию высказал и министр культуры Кириленко. Согласно закону, Госкино должно забирать прокатные удостоверения у фильмов, в которых играют актеры, которые высказались против Украины. А с другой стороны, фильм создан великим Альдаром Рязановым, который в этом году, к сожалению, ушел от нас, в котором, в том числе, и те актеры, которые лояльны к Украине. Одну из главных ролей в этом фильме играет Лия Ахиджакова, которая крепко стоит в поддержку Украины. А Госкино, у которого есть полномочия забирать прокатные удостоверения и тем самым запрещать показ, говорят, «Ирония судьбы вправе появиться на экранах». Также в Госкино добавляют, закон нужно как минимум доработать. Но как урегулировать запрет, это дискуссия, которую чиновники перенесли на следующий год. Я вам так благодарен, что вы круто изменили мою жизнь. Екатерина Лысенко, Егор Логинов, подробности, телеканал Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности Юэй. А я желаю вам хорошего вечера и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин